Всем привет! Продолжаем бродить по церквям нашим, смотреть на иконам сюжеты и образы древнерусской живописи. Как говорится, о чем же суть, кто написан на той или иконе. И вот сегодня я хочу вам рассказать об образах святых святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Три святителя – это величайшие христианские святые, святые, святители и иерархи, надо сказать, церкви, обретшие святость, как ее служили. Жили в IV веке, все трое прославились глубоким вкладом в развитие, вероучение, укрепление положения церкви. Кстати, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст входят в число святых, которых также называют отцами церкви. Ну, немножко о конкретике. Святитель Василий, еще при жизни прозванный Великий, малоазийский грек, родился около 330 года, в Кесарии, Каппадокийской. В родовой семье получил очень хорошее греческое образование, учился в философии, в Константинопле, потом в Афинах. Вернулся на родину, писал судебные речи. Ну, в каком-то периоде жизни у него случился перелом, который характерен, в общем, для многих современников. Он принял крещение. Ну, а христианство, это учение, возникшее в далекой, покоренной провинции, распространилось сначала среди рабов, ремесленников. И оно оказалось не только сильнее староязыческой религии, но несло также что-то такое новое и важное по сравнению с философией античности. Открывало для каждой человеческой личности путь спасения, трудный, но в то же время радостный путь победы над смертью и тленом. Так вот, приняв крещение, Василий Великий объехал существовавший уже к тому времени монастырей Египта-Сирии. Основал монашескую общину в Малой Азии. Василий соединил свои познания и философии, методику с вопросами христианского богословия. Он, его брат Григорий, а также его друг, тоже Григорий, родом из Назианза, образовали так называемый Каппадокийский кружок, который стал центром богословской мысли всего православного мира. Ну, со временем Василий Великий становится епископом Кесарии. Много делает для своей епархии, разворачивает грандиозное строительство, творительное учреждение, ну и так далее, и так далее. Делает очень много для церкви. Так вот, Василий Велике оставил огромное литературное наследие и интерес, которым был еще широк и средневековье, и в новое время. Основная его заслуга – это создание чинной литургии. А литургия – это та главная служба христианской церкви, центр которой является таинство причастия. Как считалось, она была основана самим Иисусом Христом, причастившим апостолов во время Тайной Вечери, богословенным хлебом и вином. Говоря о святителе Григория Богословия, он родился в 329 году почти одногодка, Василию Великого, в Назианзе, в Малой Азии. Был другом Василия Великого, тоже изучал философию в Афинах. В общем, путь примерно как у Василия Великого. Соединял философскую эрудицию с требованием и задачей приятного им вероучения, принял христианство. Принял епископский сан, его труд был направлен на борьбу с орианской ересью, тем самым на создание единой церкви. Святитель Иоанн Златоуст принадлежал посуществу к той же эпохе, хотя и был несколько моложе Василия Великого. Родился он в 350 году, также получил блестящее образование и, как говорят его учителя, был похищен христианством. Изучал ораторские искусства. Иоанн Златоуст занимался лучшим знатоком христианского богословия. Ходил в пустыне, ходил по монастырям, а когда вернулся, получил хсан. Известность он получил своими трудами по толкованию священного писания и своими проповедями. Как говорят житие в этих проповедях, восторгавших слезы у слушателей, Иоанн Златоуст много внимания уделял тем отношениям между людьми на основе христианства. Отношениями и внутри семьи, и вне ее. Развивал в них мысли о человеческом равенстве перед Богом. Со временем Иоанн Златоуст становится константинопольским патриархом. Он продолжил труд Василия Великого по созданию литургии. Написал свой вариант литургии, который под именем литургии Иоанна Златоуста до сих пор является наиболее часто употребляемой литургией православной цирки. В результате, кратко говоря, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были коммунизированы церковью как святые, укрепляющие церковь, просвещающие христианство. Образы Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста появляются на Руси сразу после принятия христианства. Их изображение есть уже в базае святой Софии Киевской. Они изображены здесь с евангелиями в руках и святительских одежд. Ну вот примерно все. Так вкратце о святителях Василия Великом, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, проповедников христианства, которые прославились глубоким в кланово развитие этого вероучения, укрепления положения церкви. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрите вот на иконы, на образы, которые я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.